Фига, там школьники, слушайте, эти ебучие школьники уже без шапки ходят, блядь, и даже без корток, нахуй. Блядь, посмотрите на них. Вот это увольни. Блядь, я уже чувствую, как у меня очко лысое всплевает. Дианон, ой, Дианон, может быть, Данон? Данон? Данон, Октимель, все их любят жрать, если только ты не Фидер. Не Фидер, дниш. Уже не плюс 20. Ну, так у вас там Зеленский, блядь, на подиуме. Вообще без шапок играют в футбол. Ну, вот, потом задаются вопросом, почему футбол в России Фидерский? Потому что менинги там всяким переболевают, блядь. А я лучше в кепке, ой, в кепке, блядь, в меня... Хе-хе. Тачку, ебан. В шапочки свои пойду. Фу, блядь. Сейчас предстоит долгий путь, но не такой долгий, какой был в 90-х годах в Карабахе. Такой долгий. И ведь являтый. Ведь являнки. А мячики по все время вылетают за кордон и машины бьют. А автовладельцы, они как терпилы последние все терпят. Это же пасынки их. Они думают, что эти пиздюки из дворовых футболистов станут легендарными шиноби. Но это бывает только в фильмах Безрукова, где он там школьников учил футбол играть, блядь. Хе-хе. Тут нынче, блядь, такого не получится. Это вам зигу-загу, блядь, даю. Сто процентов. Зига-зага, это ж магазин вроде такой. Какой-то. Пассасин его все время еще пихал. По-моему, даже этот хуй. Лицо, ебанное. Этих. Игл. Ну, мы глядем автобусы. Стоит. Как приятно жить на этой планете, когда все в Папазогул. А я хотел кофе просто себе взять и, может быть, что-нибудь перекусить в дорожку. Ну да, у меня ноги уже подпотевают. Так. Четыре часа. Ну, в принципе, поедем. А где? А где? В каждом транспорте все. Иные и иные приемники. Кажется, приемники. Хала, я только зашел ты куда зря. Я фитнес заниматься еду. С юрелизм. Я занимаюсь по-каку-каку-каку. Я занимаюсь фитнес-едом. Написано же на спортике. По специальной методике, методике, буду вес набирать. Качу килограммов 70-200. И Юрий говорит... И Юрий говорит... Ну, он, конечно, меня видел и знает. За два месяца уже результат будет равнодицо. Ну, вот в мае, если топ-хата будет, я все равно тренировки, конечно, буду соблюдать. Так, таки или иначе. Хотя на что у нас... На кого топ-хату-то можно оставить, где-то? На Никиту? Ха-ха! Никита ко мне сегодня... Сегодня написал, говорит... Можно приехать. Хм-м-м, можно приехать. А сколько стоило с тренером? Не, ну, мы цену не обсуждали еще сверху. Я не знаю. Вот у меня здесь 15 месяцев с тренером 40 тысяч. 40 или больше там с тренером. В общем, тренер типа 5 тысяч. Сверху. Ставлю ставку на два занятия. Да ты полмесяца позанимаешься и забросишь. Но полмесяца в совокупности, это сколько получается? 15 дней. Это, блядь, больше, чем два месяца. В бассейн, да, буду ходить. В бассейн тоже пойду. Только мне нужно сначала растянуться. Так. Реально еще и сбросишь. Нет, я первостепенно хочу... Смотри, я хочу растяжку и с весом своим что-то решить. У них наверняка в спонзаде есть весы. Мы взвесимся. Вы офигеете, наверное. Вы просто обомлите. Сколько я вот вешу. Не, ну, если я 62, я тогда просто сворачиваю удочки и не буду вес набирать. Хотелось бы вообще 70, но вероятнее всего у меня 56 вообще. 56-58. Я, значит, взвешиваюсь, если таковая проблема есть. Это, я считаю, проблема, ну, судя, вот по ебалу, по ебалу твоему, оно уебское. Мне не нравится. Я хочу, чтобы у меня щеки были. Хочу, чтобы за них могли Ольги Бузовой трогать. Хочу, чтобы фанатки целовали его еще. Вот, а я кофейку хотел выпить, я хотел выпить кофейку. Вот, поговорим с Юрием насчет питания моего. Я вот хочу такой вопрос обсудить с ним, насчет питания. Потому что, ну, у меня гормоны все в норме. Все, 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 в принципе, в норме. Но я сознание, бывало, терял от физических нагрузок. Но это еще в будущем пиздюком. Вот, ну, я знаю, когда я чувствую, когда, если я продолжу, потеряю сознание, там, могу зафидеть, как два пальца обоса. Вот, а касаемо питания, я, не знаю, может быть, протеины какие-то халлы. После них пукать вроде как хочется. Вроде как пукать хочется. Жаль, у меня нет палки Хайоми. Поэтому вам будет очень неудобно, даже дичь, как неудобно смотреть за происходящим. Потому что у меня нету держалки Хайомовской. Вот. Магазин Алёнушка. С ветеринарной клиникой. О, Катрипер. Здорово, Катрипер. Моя микромандорожка. Ты батю Ванамаса, видимо, подговорила, чтобы он со мной на митинги не ходил, да? Стерва такая. Магазин Алёнушка. Вот, вот тут вот я сейчас вот в Витнес проезжаю, который... В котором... Ну, не в котором. Мне не одобрили два кредита в банк. В Титьковском саду. Блядь, в Титьковске эти... В общем, молодежное движение. Блядь, и у них наоборот. В фитнес ходит у меня вот эти самые... Займы... Займы... И, блядь... Люблют о будущем. А эти выблитки не понимают этого. У них там тоже... Титьков банк, это пример того, когда молодежь... Не вся пускай, но молодежь все же на шею садится и... В общем, будет всегда то же самое. Это проклятие России. Будет всегда то же самое. Все те же уёбки. Алчные, коварные, явлинские, язвилистые, блядь. Никто ничего для народа уёбки не будет делать. Это вот в Титькове... Поколение молодых сейчас сидит в Титькове. А они потом у власти будут. Титьковский щебник. И что от таких? Они кривит-то не одобрывают на фитнес. А вот в Яндексе одобрили. В Яндексе одобрили на экстендер. Ну там, видимо, вошли в положение. Ох, господи Иисусе. Я вспомнил, не видел. Через два дня я 3000 должен закинуть. Ну, 2 700 на Яндекс. И заплатить за экстендер. Где теперь увеличитель? У меня дома. Он у меня дома. У меня дома лежит. Я им не пользуюсь. Почему я им не пользуюсь? В общем... Я пытался. Я пытался попользоваться. У меня там целая история. Касаемо. Я таксисту еще рассказывал. Насчет использования экстендера. Что у меня там, видимо, колпачок, который я перезаказывал два раза. Ну, первый он был не оплачен. Мне просто не сказали от ячейки номер. Чтобы я мог оплатить его. Просто в бочмат приехал. И мне не сказали данные. Потому что номером телефона ошибся. Эту херню никак парашу не исправили, блядь. Потом второй раз я заказал. Эти мудаки два привезли. Колпачка дебилы. Они два колпачка вместо одного привезли. То есть они еще и с той точки и новой привезли, блядь. Типа на тебе два колпачка. А потом мне один привезли, блядь. Но мне кажется, или я идиот, или мне сломали его. Короче, он у меня пропускает. Пропускает воздух. Поэтому я перестал, в общем, езжать. Надо опять покупать колпак. Вот. Тогда все, может быть, сбудется. Я бы так его поносил, с чего я дома сижу. Вот. Я дома сижу, но, блин. Ватафака. Время, конечно, уходит. Время уходит. И врачи, специалисты хирургии, в частности. Они говорят, что увеличение члена очень даже реально. И подрезая некоторые сухожилия в районе корня полового члена, освобождается скрытая часть его, и экстендером ты вытягиваешь. Ну, чтобы результат еще закрепился. Обязательно. Плюс 3-4 см реально. Почан пишет. И это не пустословие. 3-4 сантиметра. Ну, прикиньте, блин. 2-4 сантиметра просто. А если у тебя 23 или 27? Офигеть. Ну, он стоять, наверное, может не стоять. Нет, если б я на операцию съездил по увеличению члена, но, бля, у меня сейчас фобия по этому. Фобия на то, что могу не выйти с наркоза, из-под наркоза. Чем больше 19. Нет, ну, а сейчас все, кстати, дудос будет satisfaction. А не, не сейчас. Через минут 10. Просто операция на половый член стоит в Беларуси 1100. Но, вообще, все такие операции, которые по коррекции чего-либо, по 100 тысяч. Глаза 100 тысяч. Исисти 100 тысяч. Член 100 тысяч. Там, а... Тут, да, да. У нас, в общем, мы сейчас снимем. Узрите... Тихо, да. Узрите... Узрите... Нет, ну, карельская члена — это чтобы его ровным сделать. Я имею в виду, ну, удлинить член. Причем, за такую микрооперацию, да, такие деньги, там, берутся. Но там можно даже в кустарных милых способах. Ну блин, ну вот были бы у меня бабки, вот именно бабки. То есть я все, не нуждался бы в телевизоре, не нуждался бы в видеокарте, не нуждался бы в обоих дома, не нуждался бы в формочках для запекания. Не нуждался бы в холодильнике нормально, в общем, я бы тогда, если бы были деньги, я бы увеличил операцию, была бы заснята. Блин, что-то вот кофе, которое мне с кафе, оно такое ухуевое. Оно нифига не помогает. Заблуждение это все. Потому что вот сколько раз я проходил, я не фанат этого кофе, но разве что так получилось, что я его пил, я разное пил. Мне вот нравятся двойные экспрессы, без сака вообще, блядь, чтобы сводила рот. Вот, и в кофейнях нигде нет такого, что там не с кафе, кофе не с кафе. Там какие-то у них просто кофе, они их называют, их латте, там гляссе, потом еще модное кофе есть, которое цитрусовое. Я его как-то взял, оно еще дико дорогое, дорогое. Ну, невозможно было пить его с каким-то, типа, манги, херня. Тебе на еду в месяц нужно 10к, если набирать массу бужу. А какая еда, какая еда, почему-то, о какой еде я говорю. Я вот ни разу не был в кофейнях, зеленая такая медуза еще нарисована. Зеленая медуза, горгон, ты говоришь. Бакс, бакс кофе как-то так. Мимо проходил, но ни разу не был. Да, старый бокс. Именно. Вот, надо было бы как-нибудь попробовать. Ну, мне кажется, кофе это тоже удел такой. Легкая зависимость от нее присутствия. Я раньше вообще как-то, ни кофе, ни чай, мне проще было воду попить. Одно время на чай, да, на чай сидел, сидел. Сейчас вот немного и кофе. Ну, чай не пью. Кофе в неделю два раза, может быть, выпиваю. Мясо, молоко, печенье, рыба, икра, колбаса. Бля, а у меня кишка не лопнет? Или желудок не перданет? Это же очень много. А если у меня, блядь, диета там, знаешь, поджелудочная отказывает? Ну-ну-ну. Не, а почему протеин не пожрать, который в таких банках? Блин, слышите, жарко, конечно. У меня в боке, да? Все, интернет минус. Гарриня. 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 Гарриня.